Килиманджаро. Просто выжить любой ценой. Мое здоровье не внушает восторга. Меня уже укусило пару мух. Надеюсь, не ЦЦ. Я тоже сдохну. Это плохие новости. Это не херово. Сейчас я не знаю, как дальше. Друзья, всем привет. В этот раз мы расскажем вам о восхождении на Килиманджаро, где моя команда Alp3W, которая занимается организацией трекингов и восхождений, встретила потрясающую команду ребят-участников, для многих из которых восхождение на высочайшую вершину Африки является первым опытом, первым вызовом. Посмотрим, как ребята справятся с этой задачей. Саламу алейкум, братишка. Ну, слушай, говорят, чуть-чуть полегче, да, снизь подниматься? Ну, честно. Чуть полегче, чем Эльбрус? Чуть-чуть прям. Блядь. Я тоже сдохну. Меня зовут Серов Никита, мне 33 года. Я предприниматель, профессиональный спортсмен и блогер. Меня зовут Настя, я чемпионка по фитнес-бикини, чемпионка России, Европы, мира. Путешествую, забираюсь на горы. Короче, на самом деле весь самолет, который... Чуть, блядь, палец нахуй не пришли. И весь самолет летит сюда, чтобы подниматься в гору на Килиманджаро. Куча народов в зимней обуви, в куртках, в пуховиках. Слава богу нам, Иоанн сказал, что... Братик, переоденься. Так что все хорошо. Всем привет, меня зовут Валерия Лебакина. Я выступающая спортсменка в категории фитнес-модель. Я являюсь абсолютной чемпионкой Москвы, России и мира. Килиманджаро – это мое первое восхождение, мой первый опыт. Сознала, где я вообще оказалась? Нет, я осознала в самолете. Время для себя не было, но иногда я впадала в какой-то там полудрем, и я понимала, что, господи, я там умру на этом Килиманджаро, что вообще, зачем я это сделаю? Наша программа восхождения на Килиманджаро стоит из 9 дней. Это довольно большая программа по меркам Килиманджаро. Многие компании вводят за 7-8 дней. На протяжении 9 дней у нас порядка 2 дней для отдыха, так называемых дневок. Это все позволяет пройти более плавную климатизацию. Это лучший отель. Это лучший? О, с Новым Годом! Какая снегурка! Нет, прикольная компания, много девчонок и один красавчик всего лишь. Так что все шансы закончить с пользой это путешествие у меня есть. Серов, мамкин бандит, там Полинка яйца сразу отстрелит. А вот Гусев, я не знаю, кто такой, интересно будет узнать. Всем привет, меня зовут Денис Гусев, я профессиональный спортсмен, выступаю в Американской профессиональной лиге бодибилдинга и на данный момент являюсь трехкратным чемпионом этой лиги и участником турнира «Мистер Олимпия». Жара, тропический джип стоит как вот прямо из Джиманджо. Я не знаю, и у меня уже было желание все, скорее начать, я хочу, мне интересно. Мы один день провели в Танзании, походили по городу, посмотрели. И все, я понимаю, что все, я в городе не хочу находиться, я хочу скорее туда. Я хочу скорее себя испытать, мне было настолько интересно. Честно говоря, я думала, что это будет все как на картинках, там джунгли и все такое. Но было не совсем так, именно пока мы жили. То есть достаточно бедная местность, я не видела вообще европейцев. В меня тыкали пальцем, когда я шла. Все, девчонки, пока, звоните! Эй, привет, друзья, ну что, наконец-то мы погрузились после вкусного завтрака и сейчас отправляемся на... После вкусного завтрака и бессонной ночи, поэтому... У кого бессонный, а кто хорошо выспался, потому что надо впереди 7 дней восхождения, надо хорошо было поспать, поесть, набрать себе много воды. Мы отправляемся на точку, откуда мы уже пешочком сильнее будем карабкаться вверх и вниз. Друзья, как там говорится, заходите в комментарии, пишите, кто из нас не дойдет, и в конце мы узнаем, кто выиграл, а кто проиграл. Подсказка здесь! Я люблю восхождение на Килиманджаро, это одна из моих топовых локаций. Какой бы вы маршрут бы не выбрали, каждый маршрут уникален по-своему, но на каждом маршруте мы каждый день проходим свою новую климатическую зону. И вот сегодня по маршруту Морангу наша задача пройти этих 8 километров, проходя под джунглем, под рев обезьян. Конечно, каждый из участников не может скрыть свое волнение. Испытываю разные чувства от радости до жестких переживаний на тему, что смогу ли я зайти на высоту. Да, были переживания, несомненно, потому что уже был опыт, что я не дошла. Даже тот, кто был на Эльбрусе и совершил успешное восхождение, все равно переживает. Я верю в всех, верю в каждого. У ребят такой хороший спортивный дух, многие являются профессиональными спортсменами, поэтому, ну, все будет хорошо. У каждого есть шансы дойти до вершины. Ну что, ребята, мы на точке старта. Это примерно 1800 метров над уровнем моря. Мы идем, конечно же, 6 часов. Это будет невыносимо тяжело. Это будет под дождем. Там будут скорпионы, обезьяны, змеи и пауки. Просто выжить любой ценой. Так, пацаны, аккуратненько. Там китайский сервис. Будем пить там наверху чаек. Они не понимают ничего. Слава богу, брат, на это и рассчитано. Что нихуя не понимаю. В нашей экспедиции большая команда, местный персонал. Это более 40 человек. Туда входят и портеры, и повары, и переводчик. Все это позволяет проходить маршрут максимально комфортно и разгрузить участников. То есть у ребят в рюкзаке не более 3-5 килограмм. Там самое необходимое. То есть команда идет налегке и довольно мобильно передвигается между лагерями. Никита! Ты сможешь! Давай, Никита! Никита! Ты сможешь! Иди-ка. Давай! Что, 4 тысячи осталось? Я понял, что в нашей команде 100% помогает юмор. Ребята идут на хорошем настроении. Все друг друга подкалывают, шутят. Это, безусловно, и помогает картать время. На маршруте мы не скучаем. Я понял, что горы – это мое еще до вообще любого вида восхождения. Когда я приезжал в горы, я как-то на них смотрел, и они меня как тянули. Я к себе. Мне хотелось на них смотреть. Я смотрел и не уставал. Ну вот после Эльбруса, когда я поднялся, спустился и понял, что все, я не буду больше подниматься, а у меня началась какая-то тоска. Я прыгал с парашютом, с тарзанок. Это разовая эмоция, которую ты сделал и забыл. И вот в этот момент приезжает Иоанн на встречу и говорит, слушай, я привез тебе медаль на восхождение на Эльбрус спустя год. Он такой, у меня есть предложение. Я говорю, какое? Мы в августе будем подниматься на Килиманджаро. Ты пойдешь? Я такой, да! Когда я собиралась в это путешествие, я максимально посвящала своих детей. У меня их двое. Делилась с ними тем, куда я направляюсь. Мы вместе смотрели ролики на Ютубе. Ну, то есть, на мой взгляд, это важно, чтобы твоя семья тебя поддерживала. И несмотря на то, что у меня есть дети, мне хочется продолжать вести активный образ жизни. И своим примером мотивировать их и вдохновлять их на какие-то тоже интересные действия, решения в своей жизни. Я прям, ну, действительно верю в то, что я своим примером научу их проживать свою жизнь максимально интересно. Не бояться экспериментировать и идти на встречу своим желаниям. Если говорить, для чего мне эта вершина, то на самом деле я совершаю подобного рода восхождение, чтобы доказать себе, что я могу и что мои ресурсы и силы, они безграничны. И на самом деле в мире нет ничего невозможного. Что если уж даже я могу зайти на такую высокую вершину, значит, я в этой жизни точно смогу все. У меня был очень необычный год. Я закончила долгие отношения. В отношениях мы очень часто себя ограничиваем. Иногда нас ограничивает наша вторая половинка. Но зачастую мы делаем это сами. И когда я разошлась со своим парнем, я решила, что хочу прожить этот год на полную катушку. Я подумала, что Килиманджаро именно то, что нужно. Прям приключения, новые впечатления, новые знакомства, новые цели, новые достижения. Все, что нужно мне сейчас. Есть Никита Сыров. Вот это, блядь, проблема для всех здесь. Самый последний идет всегда. Постоянно его нужно тащить. Переменно то Денис тащит твой рюкзак, то девчонки. На самом деле пока справляемся. Коль, возьми рюкзак, пожалуйста. Блядь, Никита Сыров. Ну что, первый час уже прошли. Так, немножко что-то плывет уже в глазах. Но наоборот, чем становится сложнее, тем больше какая-то мотивация и спортивный интерес проявляется. Потому что сзади тут девчонки, если я облажаюсь, я себе это никогда не прощу. Поэтому все силы положу, но я дойду. Итак, почему я здесь оказался? Причин на самом деле достаточно много. Основное это то, что я мечтаю посетить 100 стран. И на данный момент посетил 57. И когда я узнал о том, что можно не просто приехать куда-то, но еще провести время с пользой, сделать восхождение на Килиманджаро, я с удовольствием согласился. Спасибо Ивану за приглашение. Это для меня будет первый опыт, потому что я никогда не восходил ни на какие вершины. И вторая причина это в том, что зайти на вершину, это нужно бросить вызов себе. Как я предполагаю, восхождение очень-очень непростая задача. Еще важный аспект, который я понял, это то, что во время восхождения тратится очень-очень много калорий. Потому что вы активно движетесь, вы активно дышите. И вам необходимо постоянно, может быть каждые полчаса, каждый час подкидывать калории для того, чтобы у вас хватило энергии на восхождение. Поэтому вся наша команда использует батончики и энергетические гели от Bombar. Спасибо им большое, это очень удобно, кинул в карман. Прямо в походе можно не скидывая сумки, не останавливаясь, идти перекусывать, получать энергию и дальше двигаться вперед. Вот я пока первая. Существует легенда, что кто идет первым, не доходит до вершины. Мы пока делаем ставки, а кто не дойдет. Пока что ставки на мне. Мне сложно, но выдержка нужна. То есть нужна выносливость, нужна подготовка. Достаточно монотонная работа, но мы пока справляемся. Мама, я в джунглях, меня укусил муравей. Ой, как хочется кока-колу выпить. Где мой протеиновый батончик? Это изя, пока я исчез, не чувствую. Блядь. Все по кайфу. Молодец. Физико не рад оказаться такой веселой компанией. Естественно, за веселье здесь отвечаю я. За красоту девчонок полно, тебе отдельное спасибо. Не только приятно идти, но еще и визуально интересно. Пока еще никто не ноет, слава богу, мне не нужно пока повышать голос. Я очень этому рад. Меня уже укусило пару мук. Надеюсь, не цуце. Не знаю, как портеры несут эти огромные баулы у себя на голове. Потому что даже от рюкзака уже спина начинает так побаливаться. О, смотрите, вон обезьяны, ребят. Вон вторая внизу. Внизу вторая. Нет, смотрите. Вон внизу. А вон. И отомка все замыкает. Видели? На самом деле, если сравнивать условия на Эльбрусе и условия на Кириманджаро, это как небо и земля. Мы сейчас в первом базовом лагере. Высота 2,700. Она так не чувствуется, как на Эльбрусе. Это на самом деле просто ультра, лакшери, мега условия. Широкие кровати, большие мягкие диваны. Будем отдыхать, кайфовать, высыпаться полноценно. Мы пришли в наш базовый лагерь. Это наша первая остановка. Здесь мы ночуем. Сейчас пойдем на ужин. Условия у нас шикарные. Ну, мне кажется, что прям топчик. Да, ну, то есть в домиках приятно, чисто, аккуратно. Сейчас мы с Денисом покажем рум-тур. Там, где мы жили в первом лагере. Пойдемте. У нас с Денисом, как у авторитетных людей, были койки сверху. Матрасы очень удобные. Никита, он здесь чуть немного обосанный еще матрас. Здесь Никита спал. В принципе, все, что нужно есть. Стол, стул, классная кровать. И самое главное, розетки. Потому что их здесь очень мало. Одна единственная беда этого домика. Такое ощущение, что он настолько монолитный, что если кто-нибудь вообще даже в соседней комнате встает и идет по полу, то кровати просто трясутся. А если кто-то здесь встает, слезает и начинает идти. Вот тут просто весь дом вот так вот шатается. Особенно мы на вторых этажах. Ну, в целом, если об этом не думать, и не думать о том, что кто-то под тобой и рядом справа слева храпит, то в принципе, оп. Нет, самое главное, тепло. Тепло и сухо. Уютно и сухо, да. И единственный минус, единственный минус, это было то, что Никита Серов очень громко храпит. Очень надеемся, что сегодня дождя не будет. Все заряжены, все выспались. Ну, почти. Короче, мое здоровье не внушает восторга. Сегодня у меня все перешло в нос. Нос заложен, я ничего не чувствую. Начался кашель. Ландшафт меняется. Погода у нас отличная. Мы чувствуем себя прекрасно. И вот, идем, лицезреем красоту. Супер-супер. Поле-поле, куна-матата. Я уже на опыте. В прошлый раз, когда я поднимался на Эльбрус, я очень спешил. И поэтому безумно выдохся, у меня не было сил, у меня началась горная болезнь. И как ни странно для меня, для спортсмена, который привык всегда быть первым, я иду в самом конце. Потому что я хочу полноценно восстановленный, дойти до самой вершины, чтобы мне ничего не болело. Здесь реально работает правило. Поспешишь, природу наспешишь. Поэтому в горах самое главное держать все темп. И спасибо Ивану за это, что он правильно это умеет объяснять. Вот так бывает иногда в Африке. Идешь, идешь, и тут раз, братишка, хамелеон. Он, короче, очень наблюдательные ребята. Вот он его увидел, я даже не заметил. Все, домой можно везти. Так, давайте с ней все сфоткаемся надежды. Блин, мечта. Фух, красотища здесь. Да, утепляемся, кто это? Ветер? Может продуть. Иван за всем смотрит, как папа за детьми, так тебе нельзя бежать, тормози, тут посиди, тут полежи, аптечку дай, это принеси. И это круто. Это чувствуется забота, забота профессионала ему виднее. Поэтому мы не спорим и безукоризненно выполняем все, что он говорит. Эмоции переполняет, мурашки бегут, атмосфера классная, команда нереальная. И уже через три дня, если все будет круто, мы поднимемся на вершину вулкана Килиманджаро. Это круто. Хочу сказать огромное спасибо Альп 3W и отдельно Иоанну за то, что он вообще вот это вводит в массы и в люди, потому что самое ценное, что у нас есть в жизни, это эмоции. А это невероятные эмоции. Итак, сегодня четвертый день восхождения. Сейчас мы находимся на высоте 3750 метров. Наверное, сегодня для меня был самый сложный день, потому что именно впервые сегодня меня накрыла горная болезнь. Я никогда не знал, что это такое, и никогда не понимал, что мой организм вытворит в ответ на нее. Мне реально очень стало плохо. Я потерял контроль над сознанием, и меня начало выворачивать. Конечно, его мышечная масса, это, ну, придает, безусловно, дополнительные сложности, потому что людям с большими мышцами в горах всегда тяжелее. И в целом, как бы, в горной практике, ну, не так часто ты встретишь людей, как комплекции, да, Дениса. Конечно, здесь есть фактор неизвестности, да, то есть как его организм отреагирует на высоту, на новую высоту, которую нас ждет завтра. Денис, он, наверное, самый накачанный из нас. И для восхождения это скорее минус, чем плюс, потому что очень тяжело идти и нести много мышц. Они требуют кислород. И Денис чувствует себя не очень хорошо. Мы переживаем за него, но надеемся, что акклиматизация пройдет успешно сегодня. Дэн, я, честно, в тебя очень сильно верю, но шансов мало, брат. Но дай бог, чтобы ты поднялся, потому что я вижу, как тебе непросто. Вот реально от души красавчик, сдержанный, сосредоточенный, но тяжело. Сегодня я принял непростое решение, но правильное. Настя себя плохо чувствует, и температура у нее не проходит. Вот сегодня мы сходили на акклиматизацию, там 2-3 часа погуляли, а Настя осталась в лагере, и вот весь день она лежала с большой температурой. В общем, я заболела, заболела в самый первый день, но тогда состояние еще было нормальное, температура прям небольшая. Потом мы дошли до 3,720, то есть до актуальной точки. И к вечеру меня накрыло, я прям стала чувствовать сильную слабость. Измерили температуру, температура практически 39. Закинулись всеми таблетками, я пропотела ночью. Потом утром проснулась, у меня опять температура 37,5. Однозначно вверх, дальше ей нельзя. Хорошо, что вот с этого лагеря есть возможность уехать на машине, поэтому Настя сегодня отправится вниз в отель. Прекрасно понимаю ее чувства внутренние, переживания. До этого она не взошла на Эльбрус, и здесь вот как бы вторая гора и второе препятствие, но здоровье важнее, горы никуда не денутся, поэтому она уезжает вниз. Думаю, что самое сложное для Насти сейчас это такой психологический фактор, то есть ей нужно порядка пяти дней восстанавливаться и попытаться совершить восхождение со второй группой. Это непросто, то есть развернуться и потом вновь вернуться, даже если ты выздоровел. То есть не знаю, как будет, мы пока продолжаем наше восхождение. Надеюсь, что Настя найдет в себе силы через пять дней продолжить восхождение уже со второй группой. Здорово. Настю! Настюга! Я боюсь, он заразит меня. Настю, ну все, не благодаришься. Слава богу, ты не умерла у меня в этом номере. Это самое главное. Да, с Людкой. Все, удачи тебе, ждем тебя еще. Снова на новых решениях. Кто быстрее? Поехали. Раз, два, три. Ты забеги, я тебя пошел. Кто последний, ты лох. Сегодня нам необходимо пройти порядка 15 километров и дойти до лагеря Киба. Он находится на высоте 4700 метров. Маршрут несложный в плане рельефа, да, довольно пологий набор. Но все же это 15 километров за день довольно такое, ну, немаленькое расстояние. Команды себя чувствуют отлично. Готовы преодолевать, готовы дальше идти к вершине. А сегодня очень крутая погода, не жарко, да? В отличие от вчерашнего дня. Да! Да, так точно. Это я не вам. Черви дождевые идете, нет? Пошли. Можно его немного раньше отпустить? Первого, кого хочу отметить, это, конечно же, Николай Сердюков. Без него любой подъем был бы очень скучный. Так как мы с ним очень близки, мне за него порой становится очень стыдно. Я не знаю, как ему это удается на высоте, когда у людей горняшка, не получать люлей, потому что его острый язык иногда до добра точно не доведет. Дэн, Дэн, Дэн. Я тебя удушающе, какой-нибудь сделаю. Ааа! Ааа! Не держите меня! Не держите! Сука! Мне кажется, что в каждой команде обязательно должен быть такой человек, который может побыть и стендап-комиком, и классным коучем, и психологом. Иногда может подшутить, иногда может подколоть, но это добавляет некоторых прекрасных эмоций в наш поход, и, соответственно, гораздо проще проходить маршрут. Я, допустим, понимаю, что я очень ранимая, и не со всеми людьми можно контактировать долго. И такие люди, допустим, как Коля, немножко выбивают меня из колеи. Вот эта скромная женщина. У нас еще может с ней даже что-нибудь получиться наверху. Коля Сердюков. Особенно в начале его шутки просто жестко выбивали меня из колеи. Я даже как бы закрывалась в моменте не только от Коли, но и от остальных участников команды. То есть его шутки, они выглядят примерно так. Лер, а вот такой девушке, как ты, утонченный, с тонкой душевной организацией, сложно подниматься в горы? Ну, ты все равно у нас здесь себя ведешь, как королева Великобритании. Тут у тебя пожили. В корне темно вверх, чтобы ты пила чай в свой любимый пайп-уклок. Ну, ты все равно даже разговариваешь, знаешь, как будто ты, ну, я себя чувствую лимитой, каким-то крепостным. И тут дворяне пришли, со мной разговаривают. Вертолетная площадка это для тебя выложили? Ну, вы уловили, да, такое направление. То есть все его шуточки были в серии, что тут не совсем то место, где нормально видеть такую вроде меня девочку. Ну, короче, поначалу я даже немножко обижалась. Сейчас, ну, как-то я поняла, что Коля очень беззлобный парень, и все его шутки на самом деле только поднимают все настроение. Ну, в общем, все нормально сейчас с Колей. Да ну перестань ты, мать, да люблю я тебя, ты как родная стала мне. Куда бы мы ни поехали, давай. Да что, ну, что? Вот такие у нас веселые подъемы. Кстати, ребят, в следующий раз я поднимаюсь с вами куда, Иоанн? В Аргентине. Хотите, чтобы это было весело, интересно, стопроцентной гарантией и не стоило нормальные деньги? Звоните Иоанну. А я вас с ним. А вот здесь черный экран такой, Иоанн, кэшбэк 10% загибает. Утекаем себя как можем. Настроение классное, самочувствие классное. Голова прошла. Ну, мне Иоанн наконец-то дал таблетку от головы. Настроение супер, очень замотивирован, потому что очень хочется поднять и сделать фотографию на Килиманджаро. Я думаю, повесить где-нибудь у себя сзади на рабочем столе за компьютером. Я дочке пообещал привезти камень с высоты. Она у меня камни собирает, поэтому если я ей не привезу камень с Килиманджаро, ну, какой тогда я отец? Фух, только вперед. У нас уже открывается Килиманджаро и масштабы ее просто убивают на самом деле. Я даже не представляю, как мы будем туда подниматься, потому что она просто огромная. Просто огромная. И угол набора, и подъемы тоже очень большой. Честно, вся команда в моменте немножечко так испугалась. Ну, посмотрим, что будет. Честно, страшно. Страшно, очень страшно. Переживаем. Но я думаю, мы сможем. Сто процентов сможем. Мы уже находимся у подножия горы Килиманджаро. До лагеря осталось буквально два часа. Сейчас 15 минут привал. Поедим и двигаем. Так, слушай. Меня невозможно троллить. Я не слабо возьмена. То есть тебе кажется, что у тебя как-то получится? Мне сложнее вот все вот это вот пережить просто из-за того, что я планирую ехать со своим мужчиной и не получить. Ну, я же могу быть здесь с твоим мужчиной. И плюс еще я приезжаю, тут клоун такой. Я говорю, блядь, ну, я попал. То есть, конечно, сложно. Ну, хочешь, я буду твоим мужчиной? Но проблема не в том, что ты как-то меня троллишь, и я как-то на тебя реагирую. Понимаешь, я реагирую на обстановку. Мне плохо, потому что мне иногда голова подавляет. Потому что я тебе не уделяю должного внимания. Мы на высоте. Если тебе действительно не нравится, что он на тобой шутит и простит человеческий. Скажи, а ты... Нет, так он же не понимает по-человечески. Ты не говорила... Он все не понимает, ему можно нормально сказать. Да, я все, короче, он просто отстанет меня. А знаешь, лучше всего не реагировать. Или сказать курить. Это вообще не работает. Все. Такое ощущение, как будто мне инструменты забрали. Ты не реагируешь, не даешь мне реакцию. Короче, я думаю, что Милу уже реально гребели. Ну, это надо избавиться порой. Я вижу, что она уже... Все, Милу, извини, пожалуйста. Она держится, Я бы не довел бы на слезу, Милу. Посмотри. Так, что мы делаем? Все, сняли. Ночь в базовом лагере перед штурмом, конечно, это самая сложная ночь. В первую очередь, психологически ребята переживают. Но вот в лагере Кибы мы проводим два дня, что позволяет пройти более качественную климатизацию и уже выйти на штурм отдохнувшими, и, соответственно, с полными силами. Давай, сила! Отвага! Мощь! Быстрота! Выносим вас. Быстрота! Ну, а куда мотать-то? Поле-поле! Спереди! Да! Бля, меня единственное огорчает, что Денис идет впереди. Каждый в меня верит. Давайте, давайте. Каждый! Да, конечно! Теперь я точно даю. Ну что, настрой боевой. Уже хочется подняться, чтобы гора нас пустила, все было хорошо. А когда не пускала, Никита Михайлович, а? Эльбрус пускала, пускала, да. Не, я хочу сказать, вчера была ужасная погода, дождь, гроза, сегодня вообще все благоволит. В целом на Килиманджаро можно совершать восхождение абсолютно в любую погоду. На данной горе не бывает сильных штормов, как, допустим, на Эльбрусе. Тут уже как повезет. Кто-то ходит в ясную погоду, без осадков, а кто-то, как мы, вот так прибирается через снегопады. Самое-то еще сложное, что помимо того, что снег как бы сверху идет, то есть ты мокнешь, много сил ты тратишь на постановку ноги, потому что ты немного соскальзываешь где-то, где-то приходится тебе протаптывать тропу. Через пять часов восхождение я понял, что местами снега и пейзажи, как будто ты идешь на Эльбрусе. То есть снега было очень много. Это Коля. Мы почти привыкли. Если меня позовут с ним подниматься, я точно пойду. Примерно через полтора часа Денису стало плохо, у него началась рвота. Это явно признак проявления горной болезни. Пытались замедлить темп, но он никак не мог удерживать темп группы. Знаю, как Дэну непросто, потому что я тоже с мышечной массой поднимался на Эльбрус. Дэна, конечно, ее очень много, и мне кажется, он первый такой накачанный человек, который поднимется на Килиманджаро. Я уверен, что все получится. Сейчас два-три привала, и уже ноги тебя сами понесут. Первый привал уже болевать тянет. Состояние херовое. Сейчас я не знаю, как дальше. И я принял решение попробовать дать ему шанс. Я выделил ему отдельного гида, чтобы уже в его темпе, в более медленном, Денис попробовал продолжить восхождение. Но в какой-то момент я повернулся и увидел, что Дэн уже скрывается за горизонтом. И я в тот момент понял, что все же Денису скоро придется повернуть. Я дочке пообещал привезти камень, поэтому если я не привезу камень с Килиманджаро, ну какой тогда я отец? Я прекрасно понимаю Дениса. Ну, повернуть, тем более для него, для спортсмена, это непростое решение, но все мы люди взрослые, адекватные, понимаем, что здоровье важнее, и как бы нету смысла упираться. Но Денис получил потрясающий опыт, крутые эмоции. Я не оставляю как бы возможность, что когда-нибудь Денис все же вернется. Участнику в горах, который идет впервые в горы или имеет небольшой горный опыт, конечно, сложно объективно оценить свое состояние. Особенно при гипоксии, то есть это заторможенное мышление и кажется порой участникам, что еще два часа назад кончились силы, а тебе гид говорит, надо идти дальше. Но я благодарен ребятам за доверие, действительно положились на мой опыт, на опыт команды и шли к своей цели. В последний день штурма меня по-особенному стал вдохновлять каждый участник экспедиции. Я чувствовал внутреннюю силу, вот эту внутреннюю мотивацию, как будто каждый отвечал на вопрос, зачем он здесь. Ну, особенно хочу выделить наших девчонок, многие из которых являются действующими спортсменками фитнес-бикини. Они вот привыкли выступать на сцене, а здесь резко оказались в экстремальных условиях, но не сдались. Состояние, ну, как в лагере, то есть у меня пока проблем абсолютно нет. Ощущение, что я в прошлой жизни вылаяла горной козой. А у меня последние 100 метров, они были бесконечные. Я не понимал, куда мы идем. Холмик такой, тебе кажется, что вот она, все, вот она, эта вершина. Ты ждешь, 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 ждешь. И вот она, видно. И все, у тебя появляются какие-то силы, улыбка на лице, слезы счастья. Самые высокие точки на фантазском. Для меня горы, экспедиция, восхождение, это всегда про внутреннюю трансформацию. На мой взгляд, это один из идеальных инструментов пробудиться и вспомнить себя настоящего. Субтитры создавал DimaTorzok